Карты Таро ответят. Я для начала возьму три карты. Это будет экспресс. Расклад не длинный, но по делу. Как он к вам сегодня относится? Давайте вначале посмотрим на этих трех картах. Я буду рассматривать только прямые значения сегодня для вас, чтобы получилось коротко и ясно. Итак, как же он к вам сегодня относится? Самое главное, что он относится к вам с любовью, потому что здесь он король любви представлен, король чаш. А вообще, второй король чаш – это всегда тот, кто любит. Всегда. Он чувствует, что он что-то сказал не то, потому что здесь туз меча, а это он сам нарушил свой покой и ваш покой, и он жалеет теперь об этом. Но что-то произошло, может быть, незначительное или у кого-то чуть побольше. Все-таки туз – это что-то не очень значительное. Отношения не испорчены, это наверняка. Как он к вам относится сегодня? Видите, две карты чаш и четверка чаш. Она говорит, что он с любовью на вас смотрит. Все, что было между вами – это была любовь. Я так определю карты, чтобы вы их видели, потому что я буду брать дополнительную информацию для вас. Он смотрит на вас любовью. Он сидит, прислонившись к дереву жизни. А дерево жизни – это символ ваших отношений. То, что вы уже корнями друг друга вросли, вычаясь друг друга, и разлучить, разорвать ваши узы просто невозможно. Он хотел бы начинать сначала, и когда он с вами поссорился, на самом деле его намерения были совершенно другие. Он хотел сначала начинать что-то, он хотел вам объяснить свое сердце, раскрыть свою душу, но не смог. Не получилось у него, потому что у него свои мухи-тараканы в голове, и намерение было одно, а вырвалось у него, не знаю откуда, где-то из глубины его темной души. У каждого человека есть такие, какие-то глубинные понимания себя и вообще жизни, и мира, где есть много страха, потому что меч – это прежде всего страх и опасность. Он как-то хотел бы глубоко с вами поговорить, может быть, потому что вы ему заметили в последний разговор или смс, что разговоры какие-то у вас неглубокие, не по делу, и все идет никуда. Либо же вы расстроены, что он не общается на том уровне, на котором вы готовы с ним общаться. И он хотел вынуть это все из глубины своей души, но получилось у него не очень. Потому что здесь мы видим тоже чаш, если мы так закроем. Это туз-чаш. Эта карта вообще означает «пойди к началу и все исправь». Вот это одно из значений очень серьезной и сетерической этой карты. Так вот, он пошел к началу, но у него не получилось. Эта карта объяснит. И здесь у нас, видите, он пришел к вам с подарком. Но у него подарок почему-то не проявился как следует. Во всяком случае, он готовит новые подарки. Шестерка чаш – это не только карта прошлого. Вообще здесь не совсем о прошлом. Конечно, во-первых, этот мостик – это переход в будущее. В будущее, где у вас будет счастливый дом вместе. Во-вторых, человек, ваш любимый, он готовит для вас все новые и новые подарки. И у него уже один стоит на готове, тут же он вам один дает еще конвейер подарков. То есть конвейер его любви. Подарки, девочки, это не обязательно что-то меркательное. Это подарок сердца. Вообще, когда человек дает подарок, это не в ценности подарка дело. А дело в том, что он любит. С любовью только можно дарить подарки, правда? Вот такая здесь ситуация. Его к вам очень тянет, во-первых. И он хотел бы вам показать, что он вас не обманывает. Здесь лилии в каждой чаше. Причем полно лилий, да, набито все букетами. А букет – это страсть, любовь, желание быть с вами. И опять же, дарение, такой ритуал дарения. И потому что в каждой чаше лилии, и в той чаше, которую он дает, и в той чаше, которая на готове, и еще в четырех чашах, которые будут дальше, я могу с уверенностью сказать, что он просто, ну не знаю даже как, но очень сильно, очень-очень сильно. Говорю не знаю, потому что у всех по-разному, девочки. Я дам вам варианты, конечно, всем. Он очень сильно хочет сказать, что любит. И вы, наверное, неправильно его поняли. Да, вот здесь некоторые поймут, что он хочет закладить свою вину. Некоторые так поймут. Но в основном здесь речь идет о том, что он каждый раз готов раскрывать вам, показывать новый интерес к вам. И каждый раз хочет убедить вас в том, красной мысли, красная шапка, что вы для него такая девочка-девочка, розовый наряд. Он вас обожает и внешне, и внутренне. И любит вас, какой вы есть. Он, кстати, наверное, и говорил вам об этом, что любит вас, какая вы есть. И хочет постоянно вам, ну, как бы доказать свою любовь, потому что он чувствует, что вы не уверены в его любви и требуете доказательства. И вот это то, что он будет делать. Эта карта объясняет четверку. Четыре, шесть, это очень стабильные номера в нумерологии. Он, конечно, очень стабильно к вам относится. Также это шесть, оно же здесь много чего есть. Четыре, это говорит о том, что все очень-очень аккуратно стоит чашей. Заметьте, не на земле и никак. И это говорит о том, что постоянное чувство, да, и он будет их обновлять, потому что новые подарки дает. Обратите внимание, что я спросила по четверке чаш, какие у него к вам чувства, и объяснить эту карту. И мы видим, что здесь в чашах ничего нет. И мы спросили, что же в этих чашах. И на этот вопрос Таро нам выдала очень правдивый ответ. То есть чаши стали быть заполнены цветами. И цветы, конечно, символ страсти прежде всего. Потому что когда растение выбрасывает цветок, оно вкладывает туда всю свою силу страсти. И вот это объяснение такое. В его сердце есть любовь, потому что он, опять же, с этой стороны, он король чаш. Это человек, в сердце которого есть любовь к вам. У него есть к вам любовь. Давайте посмотрим, есть ли у него какие-то тайны, или, может быть, какие-то секреты необъявленные. Еще раз повторяюсь, что только прямые здесь. И это у нас рыцарь любви. Еще одна карта любви. Рыцарь любви в этом случае. Безусловно, какая же у него может тайна? Ну что он может быть готовит вам сюрприз. Правда, рыцарь это вестник. Тот, кто приносит добрую новость. Вот такая вещь. И здесь он готов вам показать свою любовь. Белая лошадь это то, что он как белая лилия. Это резонансия с белой лилией. То, что он готовит вам подарки. Он готовит вам сюрприз. Он готовит себя нового. Он себя пробует переделать так, как вам понравится. Так, как вы ему сказали. Он хочет сделать так, чтобы вы его любили. Но у него тоже есть тайная мечта, чтобы вы его любили, какой он есть. Но это первое, что мы должны делать. Но потом уже, конечно, мы должны научить другого жить с нами. Но это уже тонкости там. Смотрите, кругом любовь. Так что еще рыцарь здесь расшифровывается, что он очень боится вас потерять. Поэтому его намерение показать вам свою рыцарскую сторону. Потому что очень-очень боится вас потерять. Может быть где-то как-то был или намек, или какая-то кошка пробежала между вами. Он как бы почувствовал, что вы не уверены в его мужских качествах. И он демонстрирует на этой карте рыцарь-чаш вам свои мужские качества. Хочет показать вам, что он страстно к вам относится. Что он готовит для вас что-то в этой чаше. Что-то готовит, что готовит любовь. Страстный мужчина здесь именно на этих картах. Они очень приближены к Райдер-Вейт-Смитх. Но в них больше какого-то страсти. Больше такой земной страсти. И несмотря на такие перипетии жизни, здесь у нас, вот видите, бурное море. Стабильность. Это, кстати, и у Райдер. Райдер это на самом деле публицист. Арсур Вейт сделал замечательные эти символические проявления на Таро. Которые вот inspire, то есть вдохновили других таких людей. Но вообще карты другие как бы современные делают больше художники, чем эзотерики. Ну и они берут символы, конечно, у Арсур Вейт. И правильно делают. Потому что там самые правильные символы. Я прошу вас обратить внимание, если у вас есть на это желание, конечно, что этот трон сделан из камня. Сделан из камня. То есть он тяжелый. Показывает на стабильную любовь его к вам. И он вам показывает эту чашу. Он говорит, смотри, давай любить друг друга. Давай все оставим прошлое в прошлом. Стабильный тяжелый трон на такой воде, которая волнуется. Он говорит, на всех волнениях, которые были между нами до сих пор, мы с тобой построим стабильные отношения. Потому что мы уже познали друг друга. Мы уже знаем, что друг хочет от отношений. И здесь есть правда физики. Потому что когда вода очень волнуется, на ней есть очень твердая поверхность. И все волнения и, может быть, даже ссора, они не отдалили вас друг от друга, а наоборот сблизили. Конечно, он тянется к вам. Он протягивает вам эту чашу. И на вопрос, тянет ли его к вам, карта однозначно отвечает да. А его так к вам тянет, что он просто спешит к вам на свидание. Резарь чаш, то, конечно, мужчина, который спешит на свидание. Девочки, у кого нет мужчины, есть у меня такие слушатели. И все мои расклады ведут к тому, что у вас будут счастливые, стабильные отношения. Стабильный трон. Смотрите тоже. Смотрите все мои расклады, потому что они всегда на пользу. Почему они на пользу? Очень по простой причине. Что самое страшное, что может быть с человеком, это потерять интерес к жизни. И я не хочу, чтобы вы потеряли интерес к жизни, потому что в данный момент, например, у вас нет отношений. Ведь вышел король чаш, значит, будут отношения. Будет свидание, правильно? И будут отношения, где будет взаимопонимание. Потому что шестерка чаш, это опять же, это не карта прошлого. Почему картам дают такое клеймо, как будто людям. Людям тоже дают часто, кстати, в социуме клеймо. Обидно. На этой карте целая энциклопедия. И шестерка чаш, это взаимопонимание в любви. Так что, кто не имеет отношения, у вас будут новые отношения и будет взаимопонимание в любви. Почему новые отношения? Если я эти все чаши закрою, вы видите, тут чаши-то новые отношения. Ну, а кто поссорился, вот эта карта для вас, что он хотел как лучше. Но я уже говорил это вначале, можно послушать еще раз. И самое главное, чтобы не потерять интерес к себе. Когда вы будете, девочки, кто ищет отношений, когда вы будете иметь интерес к себе и выйдете с таким ощущением в социум, или виртуальный, или настоящий, неважно. Виртуальный это еще больше, чем настоящий. Мы уже понимаем, что жизнь вечная, правда? И даже наука уже это доказывает. Поэтому, когда вы выходите в социум с таким ощущением, что вы не потеряли интерес к своей жизни, к своему пространству, да, это жизненное пространство начинает быть живым. И тогда мужчина, вот он входит в вашу жизнь. Свидания у вас появляются, и вы выбираете себе мужчину, который будет вас больше всех любить. Потому что ваше жизненное пространство живое. Оно обеспечивается только позитивным мышлением, больше ничем. Негативное мышление убивает личное пространство. Понимаете? И может быть негативное мышление это такая ахиллова пята. Или еще ахиллесова пята. Я не знаю, девочки, как правильно. Я же не историк, не ученый, я простой человек. То есть у каждого ахилла есть своя ахиллесова или ахиллова пята. То есть есть такая слабинка. У этого мужчины тоже слабинка. Это его ахиллова или ахиллесова пята. Вот эта слабинка у него, да. Карта Туз, Меча. Он хотел вас защитить, но как-то у него кламзи. Не очень хорошо получилось это, да. И эта карта тоже описывает его планы. Он мечтает с вами встретиться. Он мечтает вам показать свою любовь. Он мечтает вам дарить подарки. Кто-то скажет, дарить подарки это символ, да. Дарить подарки, взаимопонимание дать. Его к вам очень-очень тянет. И даже, знаете, вот эта карта Туз, Меча, говорит, что когда он не с вами, ему даже могут сниться кошмары. Или он негативно начинает мыслить. Но мы знаем, вот только что сказала вам один из эзотерических законов. Я мало-помалу их открываю вам на моих раскладах. Что когда человек мыслит негативно, он аннулирует свое личное пространство. Он делает его мертвым. А когда мертвое личное пространство, да, ну что, что может быть, да. И вот когда он не с вами, он чувствует себя мертвым. Ему снятся кошмары. Он просыпается измученный, как будто и не отдохнул. И очень хочет вас увидеть. И очень хочет быть с вами. И очень хочет сказать вам, что без вас ему просто труба. Кранты. Помните эти все слова? Я не знаю, откуда они берутся у меня. Из моего детства, наверное. Сейчас еще раз посмотрим объяснение карты Туз Меча. Ну вот смотрите, он сам с собой в борьбе, да. Он в борьбе с конкурентами. Кто-то из вас им связан с человеком довольно ревнивым. Довольно ревнивым. И если ревность в меру, это, в общем-то, нормально, да. Потому что людям всем присущ критический ум. Мы с ним рождены, особенно выходцы из Советского Союза. У меня была такая Валентина Львовна, которая, конечно, меня научила... Да. Учительница по математике у меня такая была, да. Научила меня критическому мышлению. Ну, наверное, еще и по наследству передалось. И у всех девочек и мальчиков, кто имеет такое советское воспитание, мы имеем это мышление. И в этом ничего плохого нет. Но дело в том, что эзотерика позже мне научила, что это критическое мышление, оно должно распространяться на свое пространство. А не на сравнивание себя с другими, да. Но он-то этого еще не знает. Ну, квантово он это узнает через этот расклад. И, может быть, перестанет себя сравнивать с другими мужчинами. Вообще-то, мужчины еще больше, чем женщины, себя сравнивают с другими. И с одной стороны это правильно, но с другой стороны, может, это разбило сердце, он стал немножко агрессивен, может, к себе особенно. Ну, а если человек агрессивен к себе, он агрессивен и к другим. А кто такие другие? Те, которые ближе всего к человеку. То есть это вы и он-то. И он может агрессивить не по наитию, не потому, что ему так хочется, а потому, что он имеет агрессию к себе и вот так выходит на поверхность. Семерка Жезлов, кстати, карта ведь не плохая, а наоборот даже хорошая, потому что он здесь победитель. Он видит врагов, он знает, как с ними сражаться, но враги могут быть другие архетипы в его подсознании. Кстати, не зря это Семерка Жезлов, вообще Арсер Уэйт был гений. И эзотерик семь – это семь планет, которые видно невооруженным взглядом. Это суть человеческих архетипов из подсознания. То есть, другими словами, семь масок, которые мы носим. Постоянно. Меняем. Плохо, когда застревает маска, это тоже как бы психическая болезнь. А если маски меняет человек все семь, это хорошо. Ну вот здесь, видите, семь. Так что одна из масок, то есть его архетип, которым он сейчас владеет, когда вы смотрите расклад, он такой победитель. Это хороший архетип и для мужчины, и для женщины. А это могут быть другие архетипы его сознания или подсознания. Могут быть архетипы помощника Луна, может быть архетип контакта в Меркурии, да, и торговли бизнеса. Может быть архетип, ну это может быть архетип Солнца, да. Или же Марса, кстати, потому что он здесь рожается. Архетип Марса. Сейчас хороший архетип для мужчины. Архетип Солнца, это вот успешное продвижение себя, да. Потом архетип Венеры. Это мягкость у мужчин, тоже она должна быть. Без этого никак. А этот мужчина мягкий, потому что Король Чаш, это мягкий человек, который вас любит. Вот архетип Венеры. Архетип Сатурна, это его духовная такая составляющая, которая говорит, что посеял, то и пожнешь. Вот такой закон духовной природы, никуда денешься от него. Это хороший закон. Если бы не было закона гравитации, мы бы не могли жить. Поэтому Сатурн хороший архетип. Вот такое у него сознание высокое. Потом Юпитер, это архетип того, что у него высокая мораль внутри. Он дал обещание, он хочет его сдержать. Но если он сейчас в архетипе Марса, это значит, он сейчас сражается с самим собой, чтобы победить обстоятельства, которые у него могут быть. А это может быть одно из обстоятельств. Может быть, он в предыдущие отношения еще не до конца закончил. Девочки, я даю варианты здесь. Здесь может быть обстоятельство, что он сейчас как раз в долгах находится, и для него заработок денег важнее, чем все другое. Но вы для него тоже важны. Я же вижу, посмотрите, что здесь делается, какая красота кругом. Но мы объясняем карту Туз Меча. Или же, например, у него в обстоятельствах родители пожилые, либо же он потерю перенес сейчас какую-то недавно, либо же он восстанавливает здоровье свое, восстанавливается против чего-то, привязанность к чему-то. То есть он сейчас борется сам с собой. Но еще я другой уровень сделаю вам, конечно. Здесь он может бороться с вашими завистниками. Это могут быть завистники в ваших отношениях. Может, он от ваших родственников здесь отбивается, или от ваших подружек. Потому что, девочки, эта карта еще говорит о том, вместе с Мечом, что он не понимает, почему с подружкой вы говорите, вы улыбаетесь, щебечете, и так доверительно он говорит, «Боже мой, а я хочу, чтобы она со мной так разговаривала. Почему, когда она трубку положила, у нее такой жесткий взгляд, когда на меня смотрит?» И это касается тоже его. Но я так сказала, кому нужно было, тот услышал, девочки. Это не касается всех, конечно. Мы это все делаем нехотя, потому что мы для других хотим, ну, как бы это другие люди, да, мы хотим держать лицо. Это правильно. Но мы должны не забывать, что самое важное – это домашнее. Точно так же и домашняя одежда самая лучшая должна быть, и улыбка для домашних самая сладкая должна быть, кстати. А если этого нет, у нас у всех есть room for improvement. Извините, я переведу. Место, ну, достаточно места нам, чтобы это исправить. То есть мы должны постараться это исправить, да. Или, может быть, он, когда говорит с другими, вышел из дома и сразу улыбка на лице. А когда в дом вошел, сразу гримаса. Почему? Вы думаете, я виновата, он меня не любит. Ну, это вряд ли. Скорее всего, он так делает, потому что он маску снял и устал от нее. Он держал эту маску как бешеный. У мужчин часто, кстати, бывают проблемы с нервами, с нервами, либо же проблемы с сердцем, потому что они эту маску дурацкую держат все время. Больше, чем женщины. Мы, девочки, как-то немножко больше расслабляемся, и нам иногда, так знаете, все равно, что подумают о нас. В смысле, ну да, я эмоциональная. А вообще мы сильнее духом. Вот скажите, девочки, в комментариях, разве это не правда? Здесь получился серьезный разговор, но у меня вообще-то всегда серьезные разговоры. Поэтому, девочки, кто сказал, ничего не поняла, ваше подсознание, во-первых, все поняло, и вы почувствуете потом, после расклада себя лучше. Это первое. А второе, я сейчас подытожу просто. Сейчас все будет понятно. Давайте еще раз подытожу, и все будет понятно. Самое главное, что вам нужно знать, его отношения к вам любовные, вот он готов все сделать, чтобы не утонул ваш корабль. Представляете, какое здесь напряжение он испытывает? Каменный трон и вокруг вода. То есть он сделает все, чтобы эмоции не задушили ваши отношения. Он спешит к вам на свидание, если вы встречаетесь, или даже если еще не знакомы. Вас любит и хочет вам сказать, что вы очень хорошие, любовные. Также взаимопонимание. Взаимопонимание и хочет вам доказать, что он, если обидел, не хотел. Вот в этой карте вот это и означает. И здесь он готов начинать сначала. Если вы спрашиваете его, готов ли ты начинать сначала. Эта карта говорит, да, он готов начинать сначала. Это несомненно. Четверка чаш, я ее обожаю. Потому что она показывает туза чаш. Это точно как карта туз чаш. Это вот точно. Если так все закрыть. Такая же карта. И потом, вот это очень хорошая карта. Если человек борется со своими скелетами, если он знает свои слабости, и он хочет их победить, браво, все, что я могу сказать. Браво, молодец. А если он борется с вашими конкурентами в отношениях, может быть, он ревнивый. Это тоже неплохо. Я уже говорила о критическом мышлении. Но может быть, он немножко переборщил здесь. То есть перестарался. Знаете, всегда так, когда человек увлекается, он может перестараться. Вот этот перфекционизм, перфекционизм, когда человеку очень старается, он может перерасти такую болезнь, compulsion, компульсию. Я не знаю уже эти слова, они и на русском есть, так что все понятно. Я сегодня прочла какой-то странный комментарий о себе. Кто-то написал, хочу, чтобы вы были совершенны. Вы это слово по-английски неправильно произнесли. Девочки, честное слово. О, боже мой. Нет слов. Нет слов. Что я могу сказать? Вот такие дела. Просто к слову пришлось. Иногда это не отвлечение. Это может быть даже немножко урок тем, кто смотрит скептический мой расклад. Зачем вы смотрите, если есть скептизм? Может для entertainment? Ну смотрите для entertainment, если вам такой просмотр интересен. Каждый по-своему смотрит. Вообще-то я работаю для тех, кто хочет счастье себе добыть. Ну конечно развлечение это тоже хорошо. Так что не знаю. Вот такие здесь дела. Дела очень хорошие, кстати, по этому раскладу. И от него нужно ожидать, что он приедет и будет примирение искать. Что он будет делать? Он приедет примчиться. Примчиться к вам обязательно. И скоро, потому что рыцарь это скоро. Давайте опишем еще его планы здесь. Он примчится к вам и очень скоро. И скажет, что любит. И будет вас уверять. И это, кстати, правда. Не только то, что он просто будет уверять, что он не хотел сделать плохо. Он хотел сделать хорошо. Он еще вам это докажет, что он хотел сделать хорошо. Готов начинать все сначала. Тайны я вообще здесь не вижу какой-то плохой. И я вижу тайны у него. Вот эти архетипы его дурацкие. Вернее, архетипы, они не дурацкие. Но искаженные, они становятся дурацкими немного. И как бы вот эти свои секреты, что он сам не знает, чем он борется. Иногда борется не теми методами, что нужно. Иногда борется с собой, а выглядит, как борется с другими. Потому что семь жезлов с тузом меча так считается. Главное, что его тянет к вам здесь. И он думает о вас сейчас. Очень думает. Очень думает. Сводит с ума его прежде всего именно любовное отношение к вам. Потому что четыре чаши и огонь страсти. Поскольку жезл это всегда страсть. А семь это нетерпение. Семь это нетерпение. Так что его, конечно, тянет к вам именно страстно. Это точно. Я вижу, что еще он мог сморозить что-то, потому что по тузу меча он просто боялся вас потерять. И может быть приревновал. Либо же вы его приревновали. И он вот защищался неправильными методами. Кстати, мужчины всегда это делают. Главное, что в его сердце есть любовь по королю чаш. Мужчины постоянно защищаются неправильными методами. Что с ними не так? Что с ними неправильно? Но с мужчинами больше неправильно, чем с женщинами. Потому что я уже объясняла сто раз, что все человечество это 12 колен. То есть мы вот как бы имеем с вами род, который идет к Адаме и Еву. Очень далеко. И наш род на нас влияет. Ну смотрите, мужчины воевали, они жестоки, им приходилось тяжело. У мужчин много грехов. Понимаете? Очень много грехов. У женщин все по-другому. Мы более peaceful, мы более мирные. У нас была забота о доме, о детях. У нас грехов меньше. Поэтому вот они, когда хотят сделать хорошо, у них часто получается, как обычно, типа. Ну конечно, еще хочу повторить, что несмотря на то, что у мужчин много грехов, у них тоже хорошая душа. Они тоже живут для того, чтобы быть счастливыми. И здесь этот мужчина хочет быть счастливым с вашей, с вами. У него на душе вы, чаши, чаши кругом. Это страсть, любовь, страсть. И вот это все важно вам знать, что на душе у него вы. Самое главное, на мой взгляд, информация, которая только может быть. Как вам поступить дальше? Что этот расклад скажет? Например, если вы не будете реагировать на вот этого туза меча, на может вспышку какую-то, как вам поступить дальше? Что мы можем здесь увидеть? Ну, наверное, не сражаться с этим, чтобы лада не возвращаться туда, а знать, что есть защита высших сил дерева, знать, что у вас есть будущее, опять же, дерево, вы сидите здесь. То есть это стабильность. Знать, что он будет пытаться исправить положение, и он его исправит, потому что он будет настаивать, что он вас любит. Это настойчивая карта, шестерка чаши. Очень настойчивая карта. Он будет настаивать на встрече, и он будет настаивать. И если мы его сейчас вызовем, здесь просто кричит расклад, что он будет настаивать на встрече и будет пытаться загладить свою вину, если у кого-то кошка пробежала между вами. Но главное, что он вас любит. И все. Главное, что он вас любит. Этим все, как бы, вот, знаете, так окутывается вот этой радостью любви к вам. Он только воздумает. И я вижу, что от него нужно ожидать только хорошего в будущем. Вот такой, такой замечательный расклад. Я сейчас буду расклад собирать, девочки. И одну секундочку. Всех очень люблю вас, девочки. И мальчики тоже. Здесь ваши мальчики постоянно. Мальчики говорят, а где о нас, о вас. О вас я постоянно говорю на раскладах. Если вы мальчик не очень хороший, смотрите расклады, будете улучшать себя. А если будете улучшать себя, вы будете счастливы женщиной. Вот это как пить дать, да. Сложила карты. И сейчас прошу вас посмотреть на эти прекрасные карты и поставить лайк. По той причине, что именно ваш лайк, это с вашей стороны вот такая безденежная плата за расклад. Все знают, что раскладывать карты нужно только когда есть обмен энергией. И я все делаю абсолютно безвозмездно. Просто поставьте, пожалуйста, лайк. Это будет очень хорошо для вас. Можно подписаться на канал, тогда кто не подписан еще, потому что здесь интересно и все для вас. Очень стараюсь для вас. А также я преподаю Тару. Кому это нужно для саморазвития, либо для работы. У меня очень классные уроки. И Джон мой гениальный учитель. Я у него долго училась. И давно-давно это было, когда еще в Торонто жила. А уехала я в Ванкувер. Какой-то был год. Двухтысячный, по-моему. Вот. Так что давно. И с того времени многое-многое сама внесла в мой метод. Но мой метод основывается на эзотерическом Тару, конечно. Это самое главное. Что нужно эзотерику в картах понимать. И в уроках я вам даю именно эзотерику в картах. Но если кому-то нужно это. Огромное спасибо. Кстати, редко говорю спонсорам канала. Огромное спасибо вам, друзья. Потому что все, что вы посылаете на развитие канала и только на развитие канала. Потому что я благодаря этому делаю новое видео. Давайте скажем мантру перед тем, как мы будем с вами заканчивать расклад. Увидимся завтра. Но давайте скажем мантру. С каждым раскладом колены моя жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. И еще ее раз повторим с каждым раскладом колены. Моя жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. Всех люблю, обнимаю, целую щечку. И увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok